Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Мы видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие стороны мира в том, что по их разведданным киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ. Мы знаем, чьими руками было совершено это злодеяние против России и её народа. Нас интересует, кто заказчик. В ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов. Например, действительно ли радикальные, даже террористического толка исламские организации заинтересованы в нанесении ударов по России, которая выступает сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта? И как радикальные исламисты, позиционирующие себя, кстати, в качестве правоверных мусульман, исповедующие так называемый «чистый ислам», идут на совершение тяжких зверств и преступлений в священный для всех мусульман месяц Рамадан? На эти, как и на другие, более конкретные, профессиональные вопросы для объективного расследования преступления, совершённого в Москве, предстоит ответить. Абсолютно ясно одно. Ужасное преступление, совершённое 22 марта в столице России, это акция устрашения, как я уже сказал. И сразу же возникает вопрос. Кому это выгодно? Это злодеяние может быть лишь звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с нашей страной руками неонацистского киевского режима. А нацисты, как хорошо известно, никогда не брезговали использовать самые грязные и бесчеловечные средства для достижения своих целей. Тем более сегодня, когда их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось, это уже признано всеми, не оспаривается. Российские вооружённые силы удерживают инициативу по всей линии боевого соприкосновения, а все предпринимаемые противникам меры по стабилизации фронта успеха не приносят. Отсюда и попытки зайти и закрепиться на наших приграничных территориях, обстрелы, в том числе, используя систему залпового огня мирных кварталов, объектов гражданской, в том числе энергетической инфраструктуры, попытки ракетных ударов по Крымскому мосту и самому полуострову. В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершённому в Москве. Цель, как я уже сказал, посеять панику в нашем обществе и в то же время показать своему собственному населению, что для киевского режима ещё не всё потеряно. нужно только исполнять приказы своих западных кураторов. в том числе, в том числе и проверяем, что для киевского режима Продолжение следует...